Всем привет, уважаемые любители Росквербанк 4, с вами Диазона ТВ. Сегодня мы находимся на озере Куэре на точке 121-114, глубина 50 см, здесь на паденку мы ловим ряпушку. В прилове есть у нас форель, но клюет она достаточно редко. Итак, 121-114, находится это сразу у нас на базе, то есть в квадрате H4 появляемся и бежим к пристам. То есть вот у нас причал, вот у нас и в другую сторону закидываемся. Вот закидываю себе на такие вот махи, сейчас я вам покажу. Вот на такие вот сборочки, то есть в принципе под, как показала практика, под леску она не привязана, ловлю на 24-6, ловлю на 11 средний крючок и ловлю на паденку. Все сборочки у нас идентичные, вот везде у нас 24-6, 11 средний и паденка. Вот, на точке нахожу где-то около 35-40 минут, за это время у нас 50 хвостов. Вот, хвостов конечно намного больше, вот, но оставлял практически всю зачетную. Давайте сейчас вытащим вот эту крокодильчик, смотрю я на поводке, о, форель клюнул, крокодилил, ах ты хрят. Смотри, на поклевки после того, как рыба у нас улетает вниз, так сказать, делай поклевочку, тогда мы ее подсекаем. Ну, сейчас вы это увидите. Некоторые ряпушки у нас клюют долго, некоторые ряпушки у нас клюют практически сразу. Ну, вот, что-то типа того. 156 грамм. Давайте забросимся, в принципе, на погоду так же не реагировать. Давайте теперь перейдем к лову. Из прилова форель радужная, форель озерная, вот только что она еще не успела подсечь. И ряпушка, на точке ряпушка есть, клюет достаточно хорошо, то есть, 11-й крючок нам дает возможность, да, так сказать, и пофармить, вот, потому что и поставить крючок меньше, то количество хвостов у нас, скорее всего, увеличится, но увеличится в сторону очень маленькой рыбы. Всем не хваста, не шуи, с вами был меня Зона ТВ, пробуйте закрыть ряпушку на хоре. Всем пока-пока.